Всем привет, ребята! Чао тутти! Сегодня у меня опять незапланированное видео. То есть, как сказать незапланированное, знаете, как хочешь нарушить свои планы, расскажи о них Богу, да? Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. То есть, я планировала в следующем видео все-таки подготовить вам более основательно про систему здравоохранения в Италии. Но произошло, скажем так, неприятное событие, которое внесло коррективы. И я считаю, что нужно об этом поговорить обязательно и рассказать вам. Кого-то, может быть, это предостережет, кому-то просто это будет для информации. Ну, в общем, единственное, что, прежде чем я приступлю к теме своего видео, я хотела бы маленький-маленький такой автоп, хочу вам похвастаться. Сейчас я переключу камеры и покажу вам, какое у меня чудо природы в саду. Смотрите, ребята, прошу прощения, смотрите, ребята, эта стрелиция выросла. Цветет она у меня вот один раз в году, такая красота. Если кто-то знает, обычно в букеты их добавляют, но они чаще всего оранжевого цвета встречаются. Но вот такие бывают и белые. Вот, так как цветет она всего лишь один раз в году, видите, я хотела вам показать, потому что действительно очень красивый цветок и очень такой, да, необычный. Видите? Поближе его. Конечно, гигантских размеров, не такой, как добавляют в букеты, да, он вырос просто невероятным этому дереву. Сейчас я скажу вам даже, наверное, в 2013, то есть 11 лет этому дереву. И вот здесь вот маленький-маленький еще только готовится распуститься. Видите, бутон вот такой вот необычный, да. Но сейчас переключаемся, я сажусь поудобнее и приступим к нашему разговору, о чем я хотела вам рассказать. Итак, возвращаемся к разговору, к теме нашего разговора. О чем же я хотела с вами поговорить, что я вам буду рассказывать. Сегодня 29 мая. Сегодня ночью к нам домой пытались залезть воры. Так сложилось, что муж мой вернулся сегодня, скажем так, экстренно вернулся домой, потому что, честно говоря, я очень испугалась. Этот случай не в первый раз происходит за время моей жизни в Италии. Но сегодня он отличался тем, что в доме я была одна. Что удивило, во-первых, отличие от того, что я была ночью одна. И второе, то, что воры пытались залезть достаточно рано, где-то в 10.30 вечером. То есть это, в принципе, когда люди еще не спят, да, как бы и явно признаки жизни в доме присутствуют. То есть и горел телевизор, и свет включен был в комнатах, в ванной комнате. То есть, ну, по порядку давайте. Значит, мы уже поужинали, я поговорила с мужем по телефону. Знаете, как вечерняя бононотте, да, он знает, что, в принципе, когда его нет, я, в принципе, рано ложусь спать, в 10.30, где-то вот это время, когда я иду ложиться спать, да. Но когда он позвонил в 10.30, я уже точно знала, что что-то не в порядке, потому что мы уже как бы пожелали друг другу спокойной ночи. И если он звонит вот так вот еще раз, значит, точно что-то случилось. Или со свекровью он был на севере в Италии, или что-то дома не в порядке, да. И я сразу же спросила, что случилось. И он говорит, звони срочно на полицию, звони карабинере. Почему рассказываю? Потому что я сразу же хочу сказать процедуру, что нужно делать, потому что сейчас действительно очень много новоприбывших в Италию. и люди пока что по незнанию, может быть, или просто по какой-то беспечности даже не думают, как бы, что такое может произойти в их жизни. Поэтому все-таки, наверное, я об этом и расскажу. Что произошло? Значит, ему позвонил сосед, видимо, потому что он знал, что я буду спать, или чтобы меня не пугать. То есть наш сосед увидел из окна, что уже в наш сад залезло двое мужчин. И он позвонил моему мужу, сказал о том, что у нас в саду двое мужчин, которые ищут, как бы, как, через какое окно проще залезть. Я, естественно, было правильно, чтобы позвонила. Я вызвала карабинеров, потому что это я нахожусь в доме, это я требую защиты, потому что если бы позвонил муж, то, наверное, знаете, может быть, это заняло бы дольше, скажем так, объяснений. А так как я сразу же начала разговор с того, что я требую срочного вмешательства, что я дома одна, я одна женщина, и что мне нужно, как бы, неотъемлемое вмешательство полиции. Почему говорю вмешательство? Может быть, это неправильно по-русски, но по-итальянски это будет звучать кедо-интервенту. То есть я требую вмешательства. Что в таких случаях, как поступила я, и что, в принципе, я всем рекомендую делать? Надо звонить. Сейчас это единственный один номер. Чэнто-додичи или же... 112, вы позвоните на центральное, как бы в этом случае, где вас должны распределить. Или же вы звоните, вызываете скорую, то есть по состоянию неотложную помощь медицинскую, по состоянию здоровья, или же вы требуете связи с полицией. Что и произошло. Нюансы, которые вы должны знать, то, что вы должны будете проспелить, как сказать, да, по буквам назвать вашу фамилию. Это не зависит, иностранец вы или же итальянец. То есть они все равно будут требовать от вас, представьтесь, что с вами происходит, с какой проблемой вы обращаетесь. Все это вы изложите на центральное. Поэтому если кто-то где-то как-то хочет предостеречь, прошу прощения, себя, и подготовиться, продумайте, как вы будете спелить свою фамилию. То есть в моем случае это там, да, Сафарова, ну это видно с названием моего блога, Савона, Анкора, Ференция, Анкона. То есть вы поняли, да, вот таким вот образом вы должны проспелить оператору вашу фамилию. После того, как запишут ваши личные данные, вы должны изложить свою проблему, что в принципе сделала и я. Далее меня перевели на полицейский участок, где я и потребовала, как повторюсь, вот эта вот фраза, «кеду интервенту», «требую вмешательства», где я и попросила, сказала, что я дома одна, что я женщина, и что я вижу в саду двух неизвестных мужчин, так как это частная территория, это сад, естественно, это уже вмешательство в частную территорию. Полиция приехала очень быстро, потому что, в принципе, мы живем в полутора километрах от казармы, по-итальянски, от казармы, да, карабинеров, поэтому они приехали где-то уже через 10 минут, и после того, как в Чидофон я услышала, что мне представился полицейский, я открыла дверь. И мне кажется, что они даже, они говорят, что они видели машину, но номера им не были записаны, люди, которые убегали. Этот эпизод, почему обязательно нужно звонить в полицию? Ну, во-первых, потому что сейчас ограбления, в принципе, очень участились в Италии, и к тому же законы итальянские, я не знаю, как-то так сформулированы, что, в принципе, вы самостоятельно себя защитить не можете, потому что вот очень показательно, как всегда, точку, прям вот, буквально уже 2 или 3 дня подряд, те, кто живут в Италии, они об этом слышали по новостям, что в Реджо-де-Калабрия, то есть на юге в Италии, мужчина, которому в дом залезло 2 грабителя, 2 вора, среди ночи, он услышал то, что кто-то открывал окно, он понял, что это воры, он взял на кухне нож для самообороны, и когда вот они вошли, он набросился на них, одного зарез, как бы и поранил одного из грабителей, они, естественно, убежали, и нашли, как бы и раненый грабитель, был как бы тяжело ранен, он обратился в больницу, где его, собственно, и арестовали, и определили, что это он залез в этот дом, следом арестовали хозяина дома, и буквально через пару часов грабитель умер от большой потери крови, и сейчас владелец дома, то есть как бы он нападавший, ну, скажем так, нельзя его назвать нападавшим, потому что он, в принципе, оборонялся, да, находится в тюрьме, под арестом, и ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, также где-то вот лет 10 назад коллега моего мужа потратил где-то год своей жизни, и не знаю, какую сумму денег на адвокатов, к нему залезли воры, и что он знал про этот закон, вы не имеете права не нападать, не применять никакую силу к людям, даже несмотря на то, что они находятся на вашей частной территории, даже если они угрожают вашей жизни, он знал про этот закон, он скрутил грабителя и закрыл его в ванной. Вот абсурд ситуации заключается в том, что грабитель подал на него в суд, что он его ограничил его свободе, ну, то есть я так дословно перевела, на каком основании он подал в суд на этого человека, то есть это абсурдный закон в Италии, я уверена, что те, кто живут в Италии, они об этом слышали, и, скорее всего, они это подтвердят в комментариях, потому что это, в принципе, общедоступно и всем известно. Поэтому все-таки я хотела рассказать об этом, чтобы вы знали, не пытались ни в коем случае как-то там, я не знаю, с ножом или с оружием обороняться, а сразу же вызывали в полицию. При том, что, опять же, в 2013 году, как я уже сказала, что в этот раз это не первый раз такое неприятное происшествие в моей жизни, в 2013 году к нам залезли воры в дом, когда мы были все дома, и вот представьте, даже это как бы не останавливает грабителей в Италии, я знаю точно, что нас тогда обрызгали каким-то снотворным, мы спали, то есть, но для того, чтобы не проснулись, нас обрызгали каким-то спреем снотворным, это так нам объяснили карбинеры, потому что, в принципе, муж попытался проснуться и встать, когда он уже услышал, что уезжала машина, мы сюда и машину угнали, и открыли ворота, взломали автоматические ворота, открыли, и муж попытался встать и как-то что-то там за ними бежать, но это, видимо, во-первых, это было глупо, конечно, но и абсолютно бесполезно, потому что он был в состоянии, где он не мог себя защитить и не мог их остановить. Я же пришла в себя еще позже, уже к тому времени приехали и полиции, и карбинеры, состояние было как в тумане, голова, детей тоже мы разбудили, они были тоже в таком состоянии, знаете, когда голова как чайник, и ты не понимаешь, что происходит. Поэтому рассказываю опять же, сейчас, конечно, нападут на меня и будут писать опять «Собирайся и едь к себе домой». Италию люблю, невероятно красивая страна, это мой второй дом, здесь моя семья, сейчас уже, да, мой муж и мой ребенок. Рассказываю, просто констатирую факты, которые, к сожалению, присутствуют в жизни в Италии. и что сейчас много людей приехало в Италии живут, и, возможно, по незнанию или просто по беспечности открывают окна на ночь, оставляют на проветривание, или забывают машину закрыть, да, форточку оставляют на вот такое вот небольшое расстояние. Это все, имея уже такую проблему в стране, это все еще больше провоцирует, скажем так, грабителей, и вы находитесь еще в, еще в более, в большей небезопасности. Поэтому, повторюсь, подготовьтесь, звонить нужно в 112, не забудьте подготовить, как вы будете представлять вашу фамилию, по спеллингу, да, по буквам. Чаще всего используется для этого название итальянских городов, это будет быстрее и проще, вы не потеряете время на то, чтобы представиться, и изъявляйтесь четко и ясно. Вот такая вот небольшая новость сегодня. Муж вернулся, поэтому я сегодня буду спать уже спокойней. Поэтому спасибо вам всем за внимание. Если кто из Италии, девчонки, ребята, отзывайтесь, как вы с этим боретесь, что вы делаете, какие у вас меры безопасности. Ну, а новоприбывшим просто будьте внимательнее, не забывайте все закрывать на ночь, чтобы сон был спокойный, да, и чтобы вы были в безопасности. Хорошего вечера всем и чао! Продолжение следует...